Всем привет. Один в пустыне. Впервые снимаю себя на видео. Поскольку я здесь совсем один, решил, что могу записать себя сам. Надеюсь, я в кадре. Думаю, что да. Я в Южной Юте. В пустыне. Посмотрите сами. Есть, наверное, более технологически верный способ развернуть камеру, но вы же знаете. Я в этом новичок, мягко говоря. Последние несколько дней я был за рулем. Наслаждался захватывающими видами Гранд-каньона, посетил национальный парк Сион и многие другие интересные и энергетически значимые места этого региона. Мой грузовик меня не подводит. Лишь небольшие проблемы. Сегодня были неполадки с электричеством. Маленький холодильник, который обеспечивал мое питание, сегодня вышел из строя. Надеюсь, починить его в ближайшем городе. Надеюсь, кто-нибудь мне поможет. Похоже, что электричество не поступает в холодильник. Что ж, это путешествие по очень засушливым и пустынным районам, в основном в одиночку, стало открытием во многих отношениях. В молодости я много времени проводил на открытом воздухе. Но за последние 30-35 лет моя жизнь в основном проходила от одной программы к другой, от одного мероприятия к другому, от одной конференции к следующей. Без остановок. Семь дней в неделю. 365 дней в году. Так я жил. Но это путешествие дало мне небольшую возможность побыть на природе в полном одиночестве, выживая самостоятельно. Холодильник вышел из строя, мне придется как-то выживать самостоятельно. В Соединенных Штатах это, конечно, не такая уж и большая проблема. но... Здорово, что я здесь. Я могу показать вам пейзаж. Это очень суровый вид, но он по-своему красив. У пустыни есть своя красота. Похоже, что у кого-то сломалась машина, а у меня только холодильник. Там, вдалеке, на грунтовой дороге, сломалась машина. Посмотрим, смогу ли я что-нибудь сделать, чтобы вытащить их оттуда. Вот она, жизнь путешественника. Я уже не так молод для всех тягот жизни на природе. Для дорожного путешествия, безо всяких отелей и ресторанов. Что ж, не то чтобы это было очень сложно, но с этим связаны определенные трудности. Но как же чудесно снова быть на природе, в полном одиночестве. Надеюсь, что меня хотя бы видно. Сейчас так солнечно, что я даже не вижу изображения на экране. Надеюсь, что в кадре я, а не что-то другое. Впервые я снимаю себя сам. Замечательно. Каждый должен попробовать пожить на природе какое-то время. особенно, если у вас есть дети. Разбить палатку под открытым небом или просто спать под деревом, если вы в тропическом климате. это во многом приблизит вас к жизни, к тому, как устроен мир. вместо того, чтобы все время жить в четырех стенах, в комфорте своего дома. очень благоприятно открыться природе и ее стихиям. особенно, если у вас есть дети. они должны почувствовать жизнь. жизнь — это не только мы. здесь миллионы жизней. здесь миллионы жизней. очень важно, очень важно, чтобы молодые люди познакомились с жизнью на природе, жили на открытом воздухе с минимальным комфортом. Сделайте это до того, как станете слишком старыми и ни на что негодными, пока вы все еще способны выдерживать трудности жизни на природе. Мои наилучшие пожелания. Намаскарам. Субтитры создавал DimaTorzok